Всем привет! Вырастить хороший урожай овощей и фруктов на маленьких дачных участках крайне сложно из-за нехватки органики. И сегодня я расскажу, где раздобыть натуральные и доступные удобрения для участка. Хотя участок у меня и не маленький, но органических удобрений всегда не хватает, а покупать их дорого. Поэтому пришлось искать полноценную альтернативу. И, пожалуй, начнем с компоста. Компост у меня в достатке, и это, пожалуй, самое доступное органическое удобрение на приусадебных участках. Но на маленьких участках даже компост на вес золота. Поэтому приходится искать другие удобрения для заправки почвы. Хорошая альтернатива для замены компоста – это, конечно же, сидораты. Кто еще не знает, сидораты – это такие растения, которые быстро наращивают зеленую массу, оздоравливают почву и при заделке их в почву обогащают ее органикой, делают более рыхлой и плодородной. Всем известны такие сидораты, как фацелия, озимая рожь, масляничная редька, белая горчица и так далее. Все они отлично оздоравливают почву. Но проблема в том, что все лето на огороде растут овощные культуры. И сидораты можно посеять только после их уборки. А это осень. И осень не во всех регионах позволяет погода и климатические условия вырастить сидораты, чтобы они набрали хорошую зеленую массу. Как делаю я? После уборки огорода стараюсь высевать озимую рожь. О ней я уже рассказывал. Почему именно ее? Да потому что озимая рожь не боится холодов. До самых сильных морозов она продолжает расти. Уходит зеленой под зиму, а весной рано просыпается и трогается в рост. И до момента посадки огорода, у нас это обычно первая декада мая, озимая рожь уже наращивает хорошую зеленую массу. И если ее скосить, либо порубить лопатой и заделать в почву, почва становится очень рыхлой и плодородной. Можно сказать, что рожь может заменить внесение навоза. Хотя, конечно же, навоз отличается по химическому составу от заделанных сидоратов. Но все же, если у вас нет навоза, нет компоста, то рожь весьма и весьма поможет вам в улучшении плодородия почвы. Но многие огородники жалуются, что озимую рожь тяжело перекапывать весной, потому что у нее очень мощная корневая система. И земля при перекопке получается глыбами, тяжело копать. Но есть отличный способ, чтобы избежать перекопки. Весной, когда озимая рожь уже нарастит хорошую зеленую массу, накройте грядки с рожью черной пленкой. Может, черной пленки у вас нет, есть старые ковры, линолеум, картон. Главное, закрыть ее от доступа солнечного света. И примерно через неделю, может быть, 10 дней, озимая рожь погибнет, сгорит под пленкой от высокой температуры. И почва, когда вы снимете эту пленку, будет рыхлая, просто как пух. Даже без лопаты, какими-то граблями ее можно порыхлить и приступать к посеву семян овощей. Еще одно бесплатное удобрение для огорода – это опавшие листья из вашего сада. Обычно осенью в саду очень много листвы от плодовых деревьев. Кто-то их сжигает, кто-то забрасывает в компост, а кто-то закапывает прямо в почву. И я придерживаюсь этого же правила. Лучше всего опавшие листья вносить в грядки под перекопку. А павшая листва не представляет угрозы для огорода, для овощных культур, даже если на ней были какие-то заболевания. Потому что в огородных культур и культур, которые у нас растут в саду, практически не бывает общих возбудителей заболеваний. Поэтому смело листву с признаками парши и каких-то пятнистостей смело используйте у себя в огороде. Вносите эту листву в грядки. Если боитесь распространения заболеваний, проливайте грядки триходермой, и у вас будет улучшаться плодородие почвы. Почва будет становиться более рыхлой и плодородной. Сложнее обстоят дела с удобрениями, которые содержат в достатке фосфор и калий. Как известно, фосфор и калий, а также кальций и многие полезные микроэлементы содержатся в древесной золе. Однако, когда у вас маленький дачный участок, то золы не наберешься, не напасешься на весь огород. Да и в принципе и на больших участках то же самое. Где набраться столько древесной золы, чтобы удобрить все растения? Но есть классный и простой способ. На самом деле золу можно вносить точечно, только в рядки для посадки семян, либо высадки растений. Например, как я это делаю? Вот сейчас с осени нужно будет готовить грядки под озимый чеснок и лук. Чеснока и лука я высаживаю достаточно много, и у меня к осени еще нет большого запаса золы. Потому что печку я топлю, как правило, зимой, и за зиму я собираю приличное количество золы. А сейчас осень, и золы у меня за лето практически не насобиралось. Поэтому что делаю я? Готовлю грядку для чеснока. Кстати, про чеснок я буду скоро рассказывать, расскажу новый способ посадки. Значит, делаю рядки для посадки зубчиков. Затем в эти рядки насыпаю сухие опавшие листья, либо сухую солому, ну или сено. Главное, чтобы эти материалы были сухие. Все это насыпаем. Потом берем спички и поджигаем. Сено, солома, либо листья сгорают. И получается рядок удобрен золой. Этой золы вполне достаточно, чтобы чеснок, лук, либо другие растения, которые вы высаживаете на грядке, развивались полноценно. Обратите внимание, что нужно сжигать именно сухие материалы, чтобы не было дымовой завесы, потому что это вредит экологии, и это приводит к конфликтам с соседями. А еще обязательно соблюдайте пожарную безопасность. Не оставляйте грядки с этим материалом без присмотра. Следите за детьми и домашними животными. Но, кстати, пожароопасная ситуация на огороде минимальна, потому что грядки уже перекопаны. И вот эти материалы, сено, либо солома, листья, они помещены в сами рядки. Кругом перекопанная почва, и огню некуда распространяться. Поэтому это довольно-таки безопасный способ. И последний вариант. Он подходит для тех, у кого нет никаких из вышеперечисленных удобрений. Нет ни листьев, нет ни компоста, нет возможности посеять седораты, либо вы их не успели посеять, а удобрить огород чем-то нужно. Это применение инновационного удобрения. Называется оно органоминеральный комплекс. Сейчас подробнее про него расскажу. Чем же оно так хорошо? В состав этого удобрения входит циолит, ячмень, шрот подсолнечника, различные отруби ржаные, пшеничные, мел, мясокостная мука и другие полезные компоненты. При заправке органоминеральным комплексным грядок растения получают полноценное питание, хорошо развиваются, приобретают устойчивый иммунитет к различным заболеваниям и вредителям. И это еще не все. Ведь в органоминеральном комплексе присутствуют полезные бактерии и грибы. Например, в нем есть та же триходерма, которая подъедает растительные остатки и улучшает плодородие почвы, борется с различными заболеваниями. Есть меторизм, который борется с почвенными вредителями. Есть баверия, которая также помогает устранить различных насекомых-вредителей. Есть масса полезных бактерий, которые помогают в питании растений, помогают здоровью растений и улучшают плодородие почвы. Вот чем в первую очередь цену это удобрение. Это удобрение можно вносить под все овощные культуры, под ягодные кустарники, под плодовые деревья, под декоративные растения, под многолетние, однолетние цветы. Но для всех растений оно идеально подходит. Для любых растений создается потрясающая микрофлора. Почвенные микроорганизмы от внесения такого удобрения начинают массово размножаться и тем самым улучшают плодородие почвы. Помогают растениям справиться с различными заболеваниями. Это удобрение вносится в сухом виде, либо можно готовить раствор. Но в сухом гораздо проще вносить. Понадобится примерно 100 мл удобрения на квадратный метр площади. Это удобрение можно вносить также в посадочные ямы, когда вы высаживаете ягодные кустарники, либо плодовые деревья осенью, либо весной. Можно вносить в посадочные лунки, либо в рядки, когда вы подготовили грядки, вносить это удобрение, а затем высевать туда семена. Но если вы применяете это удобрение еще и с органическими материалами, например, с заделанными листьями, с заделанными в почву седратами, либо с внесенным компостом, навозом, то эффект получается просто потрясающий. Один раз вы так заправили огород, и питания растениям хватит на весь сезон. Общаясь с нашими зрителями и посещая выставки в Москве, мне часто задавали вопросы, когда вы уже сделаете биопрепарат, чтобы там были все полезные микроорганизмы. И от болезней, и от вредителей различных, и одновременно, чтобы это была подкормка. И вот теперь такое удобрение появилось. Называется оно органоминеральный комплекс. Поэтому можете и спробовать у себя его в огороде. Безвыходных ситуаций, в общем-то, не бывает. И, как видите, даже на маленьком дачном участке можно найти доступные натуральные удобрения для хорошего урожая. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!